доброго здоровьица смотрите нашу кулинарию используйте наши блюда и здоровейте вместе с нами рак 22 июня 22 июля в этот период проявите заботу о легких груди и кожи до 2 июня день кирилла назван честь святого отца кирилла архиепископа александрийского еретики называвшиеся новооцианами утверждали что человека впавшего после крещения смертный грех не следует принимать церковное общение не может быть утверждали они прощение смертному греху такого человека и только вторичным крещением можно омыть грех его святой кирилл был возмущен и как верный раб и храбрый воин христа бога выступил против этого учения с этого дня начинаются самые короткие ночи в году а лето полностью вступает свои права после этого день постепенно начинает уменьшаться бытовало мнение что в этот день солнце отдает всю свою силу земле поэтому проводили большое количество обрядов призванных задобрить солнце и получить богатый урожай сегодня говорили на кириллу конец весны почин лету наступало время летнего зноя приметы если покраснела земляника то вес уже поздно сеять я знаю что вы долгое время занимаетесь и продолжаете заниматься вегетарианством что оно вам дает и почему вы к этому пришли вот по убеждению нельзя там зайчика заколоть или же или же как-то геннадий петрович мне безусловно жалко животных но не кушаю я мясо животных и птиц и совершенно по другим убеждениям будучи беременна у меня был токсикоз все очень банально объясняется дочка дочечка да ей уже девятнадцатый год и соответственно вот такое количество такое количество лет я не кушаю мясо не кушать мне не сложно было от него отказаться не было желания не ну возможно там первый месяц два еще как-то где-то особенно если друзья устраивали выезд на шашлыки естественно этот сам запах приходилось чуть-чуть держаться но вот как только я переборола это в себе я сейчас смотрю на мясо как на продолжение тарелки у меня даже нет такого ощущения что это можно есть то есть просто как вот атрибут который вот как перебороли это вот как перебороли как это нет ну нет нет может быть я не так сказал переборолась значит у меня во мне какая-то такая борьба была жутко нет это на самом деле просто один раз вот возможно там два сказала себе вспомни что будет если ты это съешь и все и произошло отвыкание да совершенно полнейший пищевые привычки потребности пищевые привычки ну да наверное изменились потому что пришлось вот этот недостаток мяса в рационе замещать чем-то другим а вот чем другим стали замещать я очень любил орехи орехи до соевые продукты люблю очень спаржу спаржу да очень там хоть не так много белка есть на меня есть да но чисто интуитивно так что же еще люблю вы знаете вот бобовые люблю и бобовы это фасоль да фасоль как вы их любите хорошенько чтобы они были разварены или нет я за правильное питание я за правильное питание как минимум тепловой обработки вот но естественно не до такого состояния не да не когда приходится жевать это все ну довольно таки комфортное разжевывание пищи а вот так да но их тогда надо тщательно жевать потому что они как бы сказать считается газообразующими такими продуктами ну как то у меня это все организм справляется ну я вижу вы прекрасно выглядите и вот что хочется еще вас спросить вот что вы почувствовали когда вот перешли но ясно вы говорили о том что некоторая борьба была чтобы там мясо там не есть а вот другие продукты хлеб или еще что-то потому что не только мясо вызывает токсикоз а токсикоз вызывает там допустим но могут быть и конфеты и печенье торты нет 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 все это продолжаю есть причем не знаю возможно мне не поверите но в неограниченном количестве вот могу и на ночь тортик сесть это на самом деле правда вот клянусь единственное что вот хлеб по поводу хлеба стараясь его есть как можно меньше люблю кондитерские сложные там какие-то изделия там торты конфеты вот это все а вот то что касается хлеба очень 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 мало и особенно в первой половине дня это он какой-то семечками весь такой в трубях и немного грубого помола да очень смотрите теперь очень важно чтобы мы понимали потому что аксона говорит я и там и то люблю и как бы сказать обыкновенное питание а вот в процентном отношении рациона сколько у вас зелени уходит в течение дня допустим 50 процентов больше меньше это важно